Итак, сегодня третье занятие Пашириша Панишат, и мы пройдем сегодня две мантры, вторую и третью. Идея такова, что первая мантра провозглашает принцип божественного господства, что вся собственность принадлежит ему, это обозначено термином Ишаваси. И мантра вторая, она показывает результат, что бывает, если этому принципу Ишаваси следовать, то есть когда люди живут соответствовать этим принципам Ишаваси. Мантра третья оказывает, что бывает, когда не следует принципу Ишаваси, то есть по контрасту, противоположная ситуация. Итак, давайте коротко вспомним моменты из вчерашней темы по поводу того, что всем принадлежит Богу. Вот этот принцип сам по себе меняет наше отношение к жизни, потому что материальная жизнь обозначает, что люди живут вот с этим чувством собственности. Мы говорили «я» и «моё», «ахам» и «маметень». И у кого больше, кто больше набрал вот этого «мамети», то есть «моё», тот считается более успешной личностью в материальном мире по уровню потребления, он больше чего может потреблять. В то время, как мы знаем, в духовной жизни дело обстоит прямо наоборот. Тот, кто может больше отдавать, тот считается более продвинутым. И тот, кто отдал всё, это чистопреданная душа, полностью предавшаяся Богу. Поэтому вот это вот само понимание принципа Ишаваси, оно является столь принципиальным, столь важным. Невозможно заниматься осознанно преданным служением, если мы не понимаем, что всё принадлежит Кришне. Нам сказали «служите Кришне». Хорошо, а почему? Потому что это является естественным, это естественная культура, естественная деятельность, которая вытекает из понимания, что всё принадлежит Ему, не только всё вокруг меня, а я сам также. То есть, вот без этого понимания самбанхи, которая заложена в первую мантру Ишапанишад, апхидея, практика, она не может быть эффективной. Но, как всегда, вместе с правильным пониманием, иногда закрадываете какое-то неправильное понимание. Допустим, наверняка многие из вас наблюдали, как преданные иногда новички неправильно понимают принципы Ишаваси. То есть, мы же слышали, что всё принадлежит Кришне. Какую философию из этого можно вывести? Как преданные говорят? Ну, право, всё принадлежит Кришне. То есть, мы спокойно берём чужую вещь, да? Ну, что вы так преданные? Всё, что принадлежит Кришне. То есть, иногда это оправдывает какое-то такое, не знаю, воровство, ну или не воровство, да, что такое очень фривольное отношение к чужой собственности. Мы говорим, стоп, 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 какая чужая собственность? Мы же только что прочитали, что всё принадлежит Богу. Да, но также мы прочитали, что из всего того, что принадлежит Богу, что-то выделено кому-то, как его доля. Вот, и поэтому дальше там в конце говорится, что поэтому человек не должен посягать на чужое, а хорошо зная, кому всё принадлежит. Итак, люди могут прочитать первую строчку о том, что всё принадлежит Богу, и из неё сделать интересные выводы. То есть, из правильного утверждения можно сделать неправильные выводы. Вот, поэтому все строчки нужно читать до конца. Вот, и в конце сказано, что человек не должен посягать на чужое. Вот, потому что если я прочитал только первую строчку, что всё принадлежит Богу, я думаю, о, раздолье мне какое, да? Значит, пойдём всех раскулачивать, сейчас у всех всё будем забирать, все же принадлежит Богу, стоп, стоп, не торопись, дочитай стих до конца. И там говорится, что на чужое посягать нельзя. Причем это чужое не потому, что это чужое какому-то там Иванов посягает на собственность Петрова, не в этом смысле, а в том смысле, что у каждого есть определенная доля, и когда человек начинает что-то присваивать хитрыми какими-то путями себе, тот же Иванов стал там что-то крастью Петрова под предлогом того, что все принадлежит Кришне. Это ложное понимание принципа Ишаваси. И особенно в ашрамах, где совместное проживание, что-то такое, там часто всякие разные круговорот вещи в природе происходят на основе того, что все принадлежит Кришне. Чье? Ничего, ну ладно, будет мое. То есть вот так иногда Бакты рассуждают, и это есть ошибка. То есть, несмотря на то, что все принадлежит Кришне, тем не менее, каждый должен брать только свою долю и не посягать на чужое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Чудо-права-пады говорит, что если вы что-то нашли, вы можете, конечно, себе присвоить, но он говорит, более высокий уровень деятельности, когда вы находите хозяина тому, кому это принадлежит, и передаете это ему. Итак, сегодня мы продолжим развивать эту идею и увидим, к чему на практике приводит правильное применение этого принципа Ишаваси, и мы читаем мантру номер два. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы, иного пути для человека нет. То есть, первая идея, которая вытекает из этого правильного применения принципа Ишаваси, состоит в том, что то, что дал нам Господь в процессе исполнения нашей дхармы, без всякой лишней проясы и так далее, эти вещи, они не связывают человека с законом кармы. То есть, каждое живое существо просто от того, что даже, не знаю, там, какое-то живое существо, предположим, кошка ест то, что ей дал хозяин, да, вот, и это нормально. Но когда кошка залезла на стол и украла оттуда то, что их хозяин не взял, она может ждать какого-то определенного наказания, да, и, как говорится, даже у них есть какое-то чувство вины, там, как говорится, знает, кошка там, чью рыбу съела, да, вот. То есть, вот это вот ощущение, когда живое существо выходит за границы своей доли, то есть, того, что дано ему естественным образом, оно всегда сопровождается каким-то страхом, каким-то беспокойством, то есть, когда человек взял что-то не то. Допустим, если он получил зарплату, он не скрывает ее, да, все нормально. То есть, он получил взятку, он скрывает ее. Почему? Такие же деньги, на них же не написано, что это взятка, правильно? Такие же знаки казначейские из банка, да, вот. Но люди прекрасно понимают, что вот то, что я получил как свою зарплату, это все законно, вот это все, за эти деньги никто не осует. Но если кто-то узнал, что я получил какую-то взятку, хотя, поведу те же самые деньги, вот он понимает, я перешел за границу определенную, то есть, это не выделено мне как доля, это уже незаконные вещи. И поэтому он внешне делает, так сказать, красивую мину, но внутренне у него уже есть какие-то определенные беспокойства. Он прячет эти деньги там как-то, где-то он их на какие-то другие счета переводит, на своих родственников, куда-нибудь так, чтобы никто не заподозрил, что он вор, понимаете? Вот, поэтому здесь нужно очень ясно осознавать, что вот это вот ощущение, правильно, неправильно, мое, не мое, оно есть у каждого, от Параматмы, Кришна как Параматмы дает это ощущение, ощущение какой-то совести, да, что не залезает, так сказать, за вот эту вот свою какую-то естественную норму. Вот и даже самые крупные, не знаю, там взяточники, коррупционеры и так далее, они все пытаются из себя изображать честных, понимаете? Почему? Потому что они понимают, что если сейчас вот что-то вскроется, что я там какие-то левые деньги получаю и так далее, что это действительность, они такого слова, конечно, не знают и Шавасин, да, но они интуитивно все понимают, что это неправильно, что я где-то вышел за ту долю, которая выделена мне, допустим, государством, моя какая-то официальная зарплата и так далее. Государство это просто-напросто последняя инстанция, через которую Кришна передает эту вот долю, или там, не знаю, кто работодатель, неважно кто. То есть, в конце концов, источником всего этого является Кришна, остальные просто являются цепочками, вернее, звеньями в этой цепочке какой-то там экономической системы, в которой мы находимся. Но мы говорили, что система работает только потому, что есть это пушти-шакти, энергия питания, исходящая от Кришны. Итак, то, что дано человеку и принято им, естественно, как заработанная, как доля, эти вещи не связывают человека узами кармы. И вот в абзацах с первого по четвертый к этой второй мантре Шила Прабхупада развивает, в общем-то, одну и ту же мысль. Давайте прочитаем немного. Никто не хочет умирать, каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Аналогичные тенденции можно наблюдать у коллективов людей, сообществ и наций. Все виды живых существ борются за свое существование, и веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо по своей природе вечно, но находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души, или по-другому карма-бандхана, что означает порабощение собственной деятельностью. Человек вынужден работать, чтобы прокормить себя, ибо таков закон материальной природы. Если в процессе деятельности он уклоняется от предписанных им обязанностей, то нарушает закон природы и обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Итак, это первый абзац, где Шила Прабхупада вводит термин карма-бандхана, который вы должны все знать, который буквально обначает рабство кармы. Бандхана обначает связанный. Мы слышим это слово часто. Бандху, родственник, то есть то, с кем мы связаны. То есть это вот узы, не обязательно кандалы какие-то, а вот те, с кем мы связаны, родственники, связаны кровным родством или там фамилией какой-то общей, это называют бандху или родственники. И отсюда же идет бандхана, то есть то, что связывает нас вообще, не только с какой-то семьей, но в целом к материальному миру привязывает. И он объясняет, что связывает. Он говорит, основой этой бандханы, то есть рабства или уз, является что? Карма. Карма – это деятельность, которая совершается в недуховном сознании, в материальном сознании. Когда человек, как правило, в этом материальном сознании, под влиянием гонной страсти, люди очень часто выходят за пределы той доли, которая им, естественно, дана, и это формирует карму. Шила Прабхупада привел очень простой пример. Он говорит, допустим, на улице, где-то на дороге кто-то обронил, допустим, или оставил мешок зерном, где-то там ехали, в какой-то телеге он, допустим, один упал из множества, его и не заметили. Он говорит, вот подлетит птица к этому мешку, к какому-нибудь там полуразорванному, склюет несколько зернышек и улетит. Он говорит, ну, если человек найдет мешок, он весь мешочек, так сказать, про запас. Почему? Потому что птица, хотя она в невежестве, но она действует полностью под контролем параматной. А человек, хотя он выше птицы по сознанию, он может в гоне страсти находиться, и по идее он тоже под контролем параматмы, но параматма старшим детям дает больше свободы, чем младше. Допустим, малых детей их прямо за руку таскают, постоянно от себя не отпускают, правильно? Но когда дети стали постарше уже, их уже отпускают. Сходи там в магазин, иди в школу, там что-то еще. Точно так же животные, растения, это совсем маленькие дети, и поэтому их параматма четко, жестко держит за руку. Поэтому они не совершают ошибок, они делают все абсолютно правильно, особо контролем параматмы. А когда дети стали постарше, это уже более высокие формы жизни, человек, здесь уже параматма дает знание и дает ответственность. Ну, давай, гуляй, тебе больше свободы, пожалуйста. Но больше свободы означает больше ответственности. И вот эта птица склевала столько, сколько ей надо, у нее нет концепции запасать на завтрашний день. А у человека есть такая концепция, откуда? Изгоня страсти. И поэтому он начинает вот эта вот общая тенденция брать себе больше, чем надо. И вот это формирует карму, вот это вот создает карма Бандхану. Второй абзац. Живые существа, воплотившиеся в теле отличным от человеческого, также вынуждены рождаться и умирать. Но, когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно получает шанс разорвать цепи закона кармы. Карма, а карма и викарма описаны в Бхагавадгите. Деятельность, связанная с исполнением обязанностей, предписанных шастрами, называют кармой. Действия, помогающие душе вырваться из круговорота рождения и смерти, называют а-кармой. А действия, которые совершает человек, злоупотребляющий своей свободой и которые ведут его в низшую форму жизни, называются викармой. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Но, люди более развитые духовно стремятся к полному освобождению от всех действий и их последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освобождает их от последствий как хороших, так и плохих поступков. В Шиши Панишат описывается именно такая деятельность, с помощью которой человек может получить освобождение. Итак, здесь, в этом абзаце, что из него нужно знать, это определение трех форм деятельности. Карма, а карма, викарма. Вот поскольку уже в первом абзаце Шила Прабхупаду эту идею кармабандха, на рабство кармы вводит, теперь он ее начинает уже более детально объяснять. Он говорит, что внешняя деятельность может быть той же самой, но мотивация, которая стоит за ней, может быть совершенно разной. Вот, и поэтому человек может действовать в гуне страсти, вот, и это будет создавать какую-то одну карму, в гуне благости другую, в гуне невежества третью, есть еще трансцендентная форма деятельности. Вот, и в данном случае карма определяется как деятельность направлена на получение благих результатов, она соответствует ведам. То есть, человек, скажем так, улучшает свою карму либо в этой, в обществе, в человеческом, либо на сварке, там, на райских планетах. Вот, и так можно улучшить свою карму, это будет называться просто термином карма, то, что в кармаканде описано, как улучшить свою карму. Викарма, это обозначает действовать вопреки наставлениям вед, вопреки кармаканди, и это приводит человека как раз вниз, снижает его статус в обществе, на других планетах, в других низших формах жизни он может родиться. И третий вид деятельности наиболее предпочтительный это акарма, то есть деятельность не приносящая ни плохих плодов как викарма, ни хороших плодов как карма на основе кармаканды. Вот, то есть это называется деятельность сознания Кришны. Что такое сознание Кришны? Это когда мы действуем с пониманием принципа Ишаваси. Вот и все. То есть, опять же, в контексте Ишапанишат мы эти вещи рассматриваем, что принцип Ишаваси это главная концепция всей этой вот Упанишады. И поэтому, когда мы действуем с осознанием что все принадлежит Кришне, то есть с осознанием принципа Ишаваси. Вот, я вижу, ко мне приходят какие-то ресурсы, какие-то возможности, я все это использую для служения Кришне, какой-то там для своего собственного поддержания, но я не залезаю в чужую долю хорошо знаю кому все принадлежит. То есть, когда я действую с пониманием кому все принадлежит на основе принципа Ишаваси человек свободен от кармы. Поэтому, если он говорит своим Богоману, что человек действующий по принципу Ишаваси с таким пониманием может надеяться прожить сотни лет и такая деятельность не связывает его законом кармы. Потому что хорошая карма, как правило, продлевает продолжительность жизни. Что толку, допустим, что человек родился в богатой семье, у него огромные возможности, там все, но у него короткая продолжительность жизни. Все бессмысленно. Он ничего не успеет, понимаете. Вот, большая продолжительность жизни это один из факторов хорошей кармы, что называется. Потому что если у вас большая жизнь, за большую жизнь можно много чего успеть. Все остальные блага, они вторичны по отношению к продолжительности жизни. Ну, из материальных мы имеем в виду. Поэтому здесь он говорит, что следуя принципу Ишаваси, человек может надеяться прожить сотни лет. Такая деятельность не связывает его законам кармы. Потому что время предоставляет возможности, времени нет, все остальное не имеет значения. Как Махараджа Парикши, все осталось семь дней, все остальные ценности, они мгновенно потеряли свою значимость. Осталась только одна, Кришна, все. Вот, когда времени нет, сразу же происходит переоценка системы ценностей, первое выходит на первое место. Когда время какое-то еще есть, у человека есть какой-то спектр материальных возможностей. Итак, вот эти вот три понятия карма, карма и викарма вы должны знать. А карма – это деятельность, совершаемая с осознанием принципа Ишаваси. Третий абзац. Наставления Шиша Панишат более детально разъяснены в Бхагавадгите, которые иногда называют Гитопанишат или Квинтэссенцию Панишат. В Бхагавадгите третья глава стихи с 9 по 16 Господь говорит, что не исполняя предписанные обязанности указанные в ведической литературе невозможно достичь состояния Найшкармы или Акармы. То здесь появляется еще один термин Найшкарма. Найшкарма – это синоним слова Акарма. Акарма или Найшкарма, то есть это НА, НА, значит, отрицание также, чтобы вы знали эти вещи. Веды направляют энергию, это важная фраза очень, веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть верховного существа. Это очень важный момент, что веды направляют энергию, у нас у всех есть энергия, жизнь-то ничто иное, как получение энергии, отдача энергии. Постоянно круговорят вдох-выдох-выдох, поели, в туалет сходили, то есть постоянно этот круг мы ходим в городе энергии. Мы получаем, отдаем, получаем, отдаем. Люди, которые знают, откуда они получают, они туда же и отдают. Люди, которые не знают, откуда они получают, они неизвестно, куда отдают. Результат, они оказываются связанными с законом кармы, карма-бандхана. Поэтому принцип жива-си так важен. Когда я понимаю, откуда пришла энергия, я туда же ее отдаю. То есть, если Кришна наверху, мы знаем, Веданта говорит, что абсолютно истина, это то, с чего все исходит. То есть, когда из живого существа исходит энергия, он наверху, я внизу, я премник этой энергии, я понял, откуда пришло, я туда же направляю. То есть, вертикальный цикл циркуляции энергии. Сверху получил, наверх отдай. Это называется йога. Когда я сверху получил, но не понимаю, что сверху получил, куда я запускаю энергию? По горизонтальному циклу. Общество, обмен, интеграция, ты мне, я тебе, финансовые потоки, потоки обслуживания и так далее. Получил свыше, наверх не отдал. Все, начинается карма-бандхана. Поэтому этот принцип пришивается такой важный. Откуда я получил энергию? Вот эту фразу, еще раз ее перечитаю. Веды направляют энергию человека таким образом, чтобы в процессе своей деятельности он смог постепенно осознать власть верховного существа. Чтобы вот это осознание, что все это исходит от Бога, в конце концов, не зашло на него. Когда человек сознает верховную власть и верховной личности Бога, Васу, Девы или Кришны, это значит, что он находится на уровне позитивного знания. Позитивное знание, начнется какое-то негативное знание. Негативное знание, это знание, которое приводит к деградации. Карма Бандхана, да? Позитивное знание, это знание, которое выводит человека из этого рабства. На этой стадии очищения тригуны природы, благость, страсть и невежество перестают влиять на человека. Его деятельность превращается в наишкарму, то есть деятельность, которая помогает ему вырваться из круга ворота рождения смертей. То есть опять этот термин а-карма и наишкарма, то есть синонимы, как синонимы они используются, но должны знать на всякий случай оба термина. Четвертый абзац. Фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя эгоистические цели в узком или широком смысле этого слова. В узком или широком смысле этого слова обозначает то, что Павлопадан говорит, есть такой узкий эгоизм, это вот просто я, индивидуальное существо. Есть расширенный эгоизм, это моя семья, это моя партия, это нация, народ, страна и так далее, все это будет расширено эгоизмом. Принцип эго, то есть это важно, потому что связано со мной, потому что я глава этой семьи, потому что я член этой партии, потому что я гражданин этой страны, поэтому эта страна самая лучшая, эта партия самая правильная и так далее. То есть этот принцип эго, он может быть узким, до одного человека сведен или расширен на группу людей, с которыми я себя отождествляю, по национальному или какому-то там идеологическому признаку. Обыкновенный человек работает ради чувственных наслаждений, а когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то ему присваивают различные привлекательные имена, называя его альтруизмом, социализмом, коммунизмом, национализмом, гуманизмом и так далее. Эти измы, безусловно, являются очень привлекательными формами кармабанханы, порабощающие деятельности, но ведические наставления шиши-панишат, гласят, что если человек хочет жить ради любого из упомянутых вышеизмов, то в центр он должен поместить бога. Нет ничего плохого в том, чтобы кто-то становился семьянином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом, но при том условии, что он будет руководствоваться своей деятельностью принципом ишаваси, то есть богоцентрической доктрины. Вот здесь в этом фрагменте очень важно, что правопада еще проводит параллель между принципом ишаваси и социальным устройством. Богоцентрическая доктрина. Богоцентрическая доктрина обозначает, что в центре любой системы должен стоять бог. Мир — это система, взаимосвязанная система. В любой системе есть система образующий фактор, то есть тот, вокруг которого все крутится, вертится, ключевое звено. Кришна таковым является, центр всей деятельности абсолютно. Поэтому независимо от того, системой мы назовем семью или системой мы назовем целое общество или промежуточную структуру, всегда у любой системы есть система образующий фактор, центральный. В данном случае Кришна является центром всех систем, то есть благодаря ему все работает. Допустим, механизм какой-то, это тоже система, механизм работает, допустим, на электричестве. Кришна говорит, огонь это одна из моих энергий, потому что электричество это просто форма огня определенная, оккультуренная, направленная каким-то образом. Поэтому что бы мы ни взяли, центром любой системы является некая точка силы. Что угодно может быть, какую-нибудь страну, с каким-нибудь диктатором во главе, которому все поклоняются. В действительности этот человек, даже каким бы он ни был полным придурком, он является представителем Кришны. Кришна говорит, среди людей я царь. Есть какой-то царь, и мы знаем, что нет власти ни от Бога. И может быть царь дурной, и народ тупой, и все это плохо заканчивается, принцип от этого не меняется. Что как бы шахте эту энергию человек получает от Бога. Он получает ее от Бога, и поэтому он является какое-то время центром этой системы, но поскольку все это использовалось в невежестве, то это не имеет долгого существования, это все плохо заканчивается. Но при этом сама концепция остается неизменной. Что всегда в любой системе есть центр, и она работает на какой-то силе, а источником силы всегда является Кришна. Это одно из его шести и достояния. Далее, пятый абзац. В Бхагавадгите 2.40 Господь Кришна говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, что тот, кто совершает всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности. Самая большая опасность, угрожающая нам, это возможность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души, состоящий из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Вот если вы помните, что это за стих такой, 2.40, там Кришна говорит, на этом пути никто не знает потерь, даже небольшое продвижение по нему освобождает человека от величайшего вида страха. Что за страх такой? Страх падения в низшие формы жизни. Почему страшно? Потому что живое существо теряет возможность самосознания, возможность развития. Иногда люди говорят, а что плохого, быть собакой или лошадью, нормально все, они там живут какой-то своей жизнью. Они говорят, мы же не знаем, что они там думают, может быть, они возвышеннее, чем мы. Один какой-то там французский ученый в свое время изучал поведение дельфинов. И он пришел к выводу, что дельфины вообще там разумнее людей, благороднее и так далее. И у него куча каких-то подтверждений, свидетельств, как дельфины спасали людей, защищали их и так далее. Он нашел много чего позитивного в поведении дельфинов, как они там общаются, на каком-то ультразвуке, какие-то послания, какие они... Прямо он боготворил этих всех дельфинов. Дельфины действительно хорошо, потому что во вселенной он там занимает определенную позицию. Где там это Саптариши, планеты великих мудрецов, они связаны с этой Шашумара-чакрой, что называется. Действительно животное такое необычное, но ставить его на уровень человека или даже выше немного смешно, потому что в конце концов мы знаем, что каким бы он не был замечательным, этот дельфин, вот это может быть одна, так сказать, из Випхути Кришны, но тем не менее они не способны к какому-то осознанному, так сказать, сознательному процессу развития. Поэтому в какой бы даже такой симпатичной, престижной форме не находилось живое существо, красивая кошечка-собачка со всеми там медалями за разные выставки, за свою породистость и все прочее, вот это невозможно сравнить с человеческой формой жизни, потому что животные не могут поставить высшую цель жизни. Вот, и поэтому Шила Прабхупада говорил в одной из своих книг, что люди должны отличаться от животных не только образом жизни, но также целью жизни, самое важное, именно целью жизни. Образ жизни, он говорит, что ну, собака бежит на четырех ногах, человек едет на четырех колесах, если у них одна цель наслаждения чувств, в чем принципиальная разница, они только отличаются образом жизни, а по идее должны отличаться именно целью жизни. И животные, они такую цель в жизни себе поставить, к сожалению, не могут. Итак, это смысл пятого абзаца. И шестой абзац гласит, если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставленную ему человеческой формой жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, это следует читать самым большим несчастьем, которое может с ним случиться. То есть, здесь имеется в виду, возвращается в эволюционный цикл, значит, попадает в более низкие формы, из которых ему опять приходится подниматься за человек. Но из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять, что ему это угрожает. Поэтому Шиши Панишат рекомендует нам использовать свою энергию в духе Ишаваси, то есть, с этим богоцентрическим пониманием все исходит от Бога. Тот, кто поступает подобным образом, может желать долгих лет жизни. В противном случае долгая жизнь человека лишена смысла. Деревья тоже могут жить многие сотни лет, но какой смысл жить долго, подобно дереву, дышать, словно меху, рожать детей, как свиньи и собаки, если или есть, как верблюд. Скромная и незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма. Здесь он говорит о том, что люди часто покупаются на какие-то внешние ценности, статус, слава и все прочее. Этому он противопоставляет. Скромная жизнь, прожитая по принципу Ишаваси, то есть сознание Кришны, она даст самой Дживе куда больше блага внутреннего, чем внешний фарс под видом каких-то популярных идей. И заключительный абзац. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе Ши-Ши-Панишад, она становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной в Бхагавадгите, глава 18, стихи с 5 по 9. И тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность снова попасть в эволюционный цикл перерождения души. Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все равно приносит благо тому, кто занят ею, так как гарантирует ему воплощение в теле человека в следующем рождении. Таким образом, человек получает еще один шанс продвинуться по пути, ведущему к освобождению. различные формы богоцентрической деятельности подробно описаны в книге Шрила Рупа Госвами Бхактира Самрита Синдху. Мы перевели эту книгу на английский язык о заглаве Феонектар преданности. Рекомендуем ознакомиться с ней всем, кто хочет научиться действовать в духе Шриши Панишат. То есть, здесь Шрила Прабхупада делает рекламный ход определенный, комментирует одну книгу и уже рекламирует следующую. Говорит, что если хотите понять, что такое реально деятельность сознания Кришны на основе принципа Ишаваси, читайте Нектар преданности. То есть, там уже описана сама практика преданного служения, как живые существа могут все связывать и так вот это исполнение долга перед Богом, вот это следование Дхармы, Дхарми, оно делает человека очень и очень сильным, практически неуязвимым. В Шимадбхагаве там приводится история одного брахмана, аскета, которого звали Каушика. Вот он был очень таким сильным, накопил много благодаря аскезе внутренних сил. И однажды, когда он сидел под каким-то деревом медитировал, какая-то птичка, сидя на ветке наверху, она сделала свое дело, прямо на него, так сказать. И он был в таком гневе, что вот эта сила своей аскезы, он птичку проклял и прямо буквально сжег, испепилил пепло, в горстку пепла превратилось. А потом он пошел куда-то в деревню просить подаяния и постучал в какой-то дом, вышла хозяйка и он попросил у нее что-то поесть. Она говорит, дорогой мудрец, подожди немного, сейчас я кормлю своего мужа. и он в такой впал гнев этот каушик, он говорит, что ты вообще тут Атитхи Бхагаван пришел сам бог, так сказать, в виде такого незваного гостя, а ты тут там со своим мужем. И он на нее тоже пытался там какие-то эти самые громые молнии, ничего не действовало абсолютно. Он только что сжег своим гневом эту птичку, но когда он пытался подобные громые молнии метать в эту женщину, которая служила своему мужу, никакого эффекта. И он почувствовал, что не работает система, он говорит, слушай, уже йод проходит, а почему не работает? Она говорит, а ты ничего не можешь мне сделать, ты защищена своей дхармой, я служу своему мужу, поэтому меня это, сказать, невозможно, я неуязвима, абсолютно неуязвима. И он так рот открыл от удивления, он, сказать, не понял вообще, что к чему. И значит, через какое-то она еще отправила его поучиться, так сказать, этому искусству дхармы какому-то человеку, который вообще мясником был, просто мясником. Но при этом очень, скажем так, трепетно с любовью служил своим родителям, старшим. И тоже был таким же абсолютно неуязвимым человеком. То есть не то, что он выбрал профессию мясника, потому что ему нравится, это то, что ему досталось по судьбе. Семейный промысел, что называется. хищники рождаются, убивают других живых. Они не то, что выбирали в этой жизни, они в прошлой жизни сделали выбор. Так же человек родился в этой семье, это был семейный промысел, и вроде как у него другого варианта это и не было. Но при этом он был человеком дхарами, он служил своим родителям, которые являются представителями Кришны. И когда этот Каушик посмотрел на один пример, на второй пример, он понял, что в действительности его духовная практика не дает ему больших результатов, потому что он пренебрег исполнением своего материального долга. По отношению к своим предкам он не исполнил свой долг, у него не было потомства и так далее. Поэтому пришлось возвращаться на ашрам назад, зачинать детей, хозяйство. Так действует классическая ведическая система. Мы сейчас не говорим про вайшнализм, по классическую ведическую систему. Пять долгов, брахманы, полубоги, предки, родители, другие живые существа, почему это панчияги совершаются. В этом плане ведическая культура это вполне четкая ясная технология. И этот Каушика он понял на этом примере свою ошибку. В чем он слаб на самом деле, что он не получил благословения своих предков, своих родителей и так далее. Ему пришлось возвращаться опять ко всем этим вопросам. Но мы знаем, что в Кали-Югу если бы все обстояло так, то у нас вообще не было никаких шансов. Поэтому по милости господочитания у нас такой другой экспресс вариант развития, потому что господочитания отверг варнашему как форму развития. Он не отвергал ее как социальное устройство, более того, он сам следовал варнашам, в яся как саньяси, и так далее. Но он отверг ее как форму развития. Тут нужно четко понимать. То есть одно дело устройство социальное, которое является наиболее разумным для коллективного постепенного прогресса всех. другое дело, когда мы делаем слишком сильную ставку на форму развития. Тут он ее отверг как некую внешнюю. И поэтому сейчас это в разговоре с Романом Дараем, известным в Читании Череда, описана вся ситуация, когда он говорит, варнашему, да, но это внешние вещи, они не имеют такого большого значения для духовного развития. Это скорее система поддержки, чем главная тягловая сила. А главная тягловая сила в Калиюга это непосредственно служение Богу, даже если мы не вписаны в систему правильного богоцентрического общества, которое желательно, которое весьма хорошо, весьма способствует, но даже если этого нет, тем не менее мы принимаем убежище у прямых процессов преданного служения. Итак, это основные выводы, основные идеи мантры второй. Теперь мы переходим к третьей мантре. Асурья нама те лока андхина тама саврита там сте притя бхи гачанти эки чат ма махано джанага Убийцы души кем бы он ни был уготованные планеты известные как миры безверия погруженные в темноту и невежество. Итак, вспоминаем еще раз эту идею, что мантра 2 говорила о результате правильного применения принципа ишаваси мантра 3, которую мы только что прочитали по контрасту говорит о результате игнорирования принципа ишаваси потому что невозможно духовно развиваться кто такой убийца души тот кто не развивается духовно невозможно духовно развиваться не признавая бога то есть идея состоит в том что духовности без бога не бывает это довольно таки популярная идея в западном мире они говорят вот духовность это хорошо а религиозность это плохо потому что все религиозные люди они все фанатики они там лбом готовы пол расшибить и так далее за своего бога они готовы кого-то убить за Аллаха или за кого-нибудь еще вот духовность без бога это хорошо но отсюда мы узнаем что если человек не признает принципы шавасии верховного положения бога то фактически он уже становится этим адмагана то есть убийца души это говорит о том что духовности без бога не бывает я понимаю прекрасно что у религии в кальюгу дурна репутация что религия часто не дает духовности дает вместо этого какую-то веру фанатизм какие-то совершенно экстремальные проявления с которыми общество пытается бороться потому что если бы духовность и религия были чем-то единым целым не было бы никаких проблем с религиями но все проблемы с религиями как раз состоят в том что религия есть духовности нет и поэтому у людей появится такая идея а лучше мы будем заниматься развивать духовность без бога либо это какие-то формы имперсонализма такие либо это форма какого-то альтруизма или просто культурного развития без вот этой религиозной составляющей без принципа ишавасии но отсюда мы узнаем что в действительности если человек не следует принципу ишавасии то есть не понимает что есть бог из которого все исходит фактически этим своим непризнанием он уже и ставит себя в категорию атмахана то есть убийца души итак что же здесь говорится прочитаем абзацы 1 и 2 комментарий человеческая жизнь отличается от жизни животного тем что налагает на живое существо большую ответственность те кто сознает свои обязанности и старается исполнять их называют сурами праведниками а тех кто пренебрегает этими обязанностями или ничего не знает о них называют асурами демонами вселенную населяют только эти два типа людей в ригведе сказано что суры всегда стремятся к лотосным стопам верховного господа Вишну и поступают соответствующим образом их путь их пути светлые как путь солнца разумные люди должны постоянно помнить что душа получает человеческую форму тела после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души из одного тела в другое материальный мир иногда сравнивается к океанам а человеческое тело с прочной лодкой специально предназначенное для того чтобы пересечь этот океан ведические писания и ачарии святые учителя сравниваются с опытными лодочниками а способность которыми наделено человеческое тело с попутным ветром помогающим лодке благополучно доплыть до места назначения но если несмотря на предоставленные ему возможности человек не посвящает свою жизнь самоосознанию его называют атмаха что означает убийца души Шиша-панишат недвусмысленно предупреждает нас что убийцы души уготованы вечные муки в темнейших районах невежества итак что здесь важно из первого абзаца вы должны знать значение слов сура и асура вот надеюсь что вы их и так уже знаете то есть суры это те кто идут путем света те кто поклоняются верховному отсюда сурья солнце асура это те кто как раз уходят от света уходят в сферу тьмы соответственно эти асуры и становятся такими убийцами души понятное дело что термин убийства души приводится в таком фигуральном смысле потому что душа в строгом смысле слова бессмертный и вторая глава боговатгиты утверждает что душу невозможно убить вот поэтому когда здесь говорится об убийстве души то имеется ввиду уничтожение возможностей или на неопределенно долгий срок лишение себя возможностей духовного развития вот в этом смысле убийства души также здесь во втором абзаце важная аналогия которая сравнивает человеческое тело с прочной лодкой на которой можно перебраться через океан страданий духовный учитель сравнивается с капитаном или с опытным лодочником здесь говорится что возможности которые предоставляет человеческое тело возможности их сравнивают с попутным ветром то есть у человека есть эти возможности о каких возможностях идет речь есть параллель с этой аналогией которая приводится в Бхагавадгите 4 глава текст 36 где Кришна говорит что если ты даже самый падший и спадший но при этом принял убежище на корабле трансцендентного знания гьяна плавена то есть то что плавает гьяна плавена ты можешь переправиться через океан невежества и вот это трансцендентное знание можно получить только в человеческом теле поэтому когда здесь говорится про упадок что возможности человеческого тела сравниться с попутным ветром по сути дела эти возможности обозначают что способность принять трансцендентное знание что невозможно в других формах жизни этот момент очень важно для себя уяснить теперь идет третий абзац материальные потребности свиней собак верблюдов ослов и так далее также важны для них как наши для нас но экономические проблемы возникающие у этих животных могут быть решены только в отвратительных условиях тогда как человеку по законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях поскольку человеческая форма жизни важнее жизни животного вот это вот важный момент что все потребности жизни могут быть решены и в животных но в отвратительных условиях что имеется ввиду допустим у собаки есть будка для собаки будка это очень комфортно но если человеку предложить будку это будет для него оскорбительно если бы собаке кинули какую-то кость остатки пищи она будет очень счастлива дать это человеку это будет унизительно и оскорбительно поэтому то что устраивает живых существ которые находятся в низших гунах они вполне счастливы им там не нужно сервировать стол там что-то еще там вся эта культура возьмите там вилку там в правую руку там нож в левую или наоборот я уже не помню давно не ел ножами не вилками вот то есть это то что человеческая культура да то или там вайшнава там ешьте правой рукой не ешьте левой рукой тут своя культура вот но смысл в том что люди едят более изысканную пищу приготовленную там с какими-то специями разные вкусы они живут в лучших условиях вот это гостиная это спальня это душ туалет это кухня собаке ей все равно там она где ест там же испражняется нет никакой разницы понимаете поэтому правопад говорит что эти вопросы они могут быть решены но в отвратительных условиях существования люди решают свои вопросы по законам природы в более комфортных условиях потому что само по себе тело человека более комфортное богоподобное и соответственно оно должно и жить в каких-то лучших условиях поэтому люди и пытаются постоянно улучшать условия своей жизни да вот вот это вот очень важный момент и также эта форма жизни связана с более тонким сознанием разум который способен привести нас к Богу как Кришна в 10 главе Бхагавадгиты говорит в 10 стих что тем кто постоянно служит мне я даю понимание при помощи которого они могут прийти ко мне что это за разум такой особенный какой-то разум он говорит упаянте те те пи мам мам упаянте те он говорит я те тебе мам упаянте даю такой разум который позволяет что мам упаянте мама значит мне упаянте приблизиться вот это настоящий разум то есть Кришна дает человеческой форме жизни такой разум который позволяет мам упаянте то есть стать ближе к Богу обычный материальный разум он помогает нам разработать какие-то не знаю схемы обогащения удобства чего-то там еще улучшить свои материальные возможности там что-то такое хитрое решить какую-нибудь технологию может быть изобрести материальный разум но духовный разум отличается от этого материального чем он другую цель ставит маму паянте приблизить живое существо к Богу вот это вот особая возможность особое условие которое дается человеку и не дается животному почему высокопоставленному чиновнику государство предоставляет более благоприятные условия для жизни чем простому клерку ответ заключается в том что на чиновника занимающего высокий пост возложены обязанности высокого порядка аналогично этому человек должен исполнять более важные обязанности чем животные которые живут только ради того чтобы наполнить свои голодные желудки но современная цивилизация убивающая душу бьется только над разрешением проблемы голодного желудка если мы обратимся к рафинированному животному в образе современного цивилизованного человека и попытаемся пробудить в нем интерес к самоосознанию он скажет нам что его интересует только одно как набить желудок и что голодный человек не нуждается в нем в самоосознании как Шила Парупада в свое время так сказать не спорил но немножко дебатировал со своим духовным учителем когда он только с Бхакистаном с Росстатой познакомился и тот сказал ему его другу он говорит вы молодые образованные люди почему не правдаете сознание Кришны какого был контрагуин Парупада сначала нужно освободить страну от британского иго то есть он вторичное ставил на первое место Парупада в юности и духовным учителем мгновенно этот аргумент разбил он говорит материальные проблемы всегда будут одно иго другое иго не британская зависимость а кто-нибудь другое еще что поэтому никогда не ставь духовное развитие на второе место никогда не ставь его в зависимости каких-то там материальных факторов этот ответ он прямо прямо в сердце попал Шили Прабхупаде потому что Шили Прабхупада в юности был последователем Ганди а Ганди он ставил своей целью что освобождение от британского вторжения путем вот этого как сказать метода не тихое игнорирование то есть такой вот как саботаж не поддерживать английские товары не поддерживать английскую культуру и все прочее и Прабхупада был последователем Ганди то есть ему казалось что освобождение страны от этого британского иго это важнее чем все остальное но Пакистан Сарасвати мгновенно пресек эту идею он сказал никогда не ставь эти вот вторичные вещи на первое место освобождение души всегда было есть и будет первичное и Прабхупада прямо почувствовал что вот духовный учитель то есть духовный учитель тот кто умеет всегда отличить первичное от вторичного и указать ученику на ошибку ты сейчас занимаешься не тем ты сейчас занимаешься вторичными вещами обратив внимание на первичное тогда и вторичное будет исправляться в течение времени но материальное сознание обозначает что что люди всегда путают приоритеты они всегда комфорту тела всяким прочим вещам уделяют первичное значение мантра кришна ну если останется время и силы то есть это обозначает что приоритеты поменялись почему потому что а система ценностей не то система ценностей не то и поэтому когда бог оказывается вместо первого места на последнем вот тогда соответственно и жизненности тяжелее если мы возьмем систему ценностей которая изложена в бхагавадгите где кришна говорит 3 глава там стихи 40 41 42 он говорит что живые чувства выше мертвой материи ум выше чувств разум выше ума а душа еще выше чем разум вот мы можем продолжить дальше что сверх душа парамат на еще выше да и так это правильная система ценностей выше всего кришна потом душа потом пошли все эти структуры да уже материальные вот и когда мы связаны с богом мы понимаем что он выше нас тогда контролировать свое эго разум ум и материю куда проще но когда система перевернута материя наверху а бог на последнем месте внизу перед нас давит материя ох как тяжело жизнь то есть люди живут с перевернутой системе ценностей это бы начало что они не понимают приоритетов что первичный что вторичный поэтому что делает духовный учитель первым делом он меняет приоритеты вот как вот арджуна там со своими там со своим пафосом да за своему заботы об обществе что же будет эта война мы убиваем всех мужчин женщины останутся значит без своих мужей впадут в грех появится варна санкара ой кришна какой кошмар да на что ты меня толкаешь там все прочее то есть казалось бы он правильные вещи говорил правильные вещи но кришна мгновенно перевернула систему ценности не о том думаешь ажуна вообще не о том думаешь на все духовный учитель он сразу без сентиментов показывает принципиальную ошибку ученика ты думаешь что там они умрут там то да все это не так умрут рано или поздно но твоя обязанность в другом твоя обязанность другом твоя обязанность сейчас как шатрия следует защищать дхарму вот потому что сейчас в обществе явная а дхарма царит вот и слушать меня вот если ты сделаешь это то все остальное справиться к течении времени вот поэтому обязанность духовного учителя это всегда как говорится давать такой ответ или совет который это вправляет мозги ученику то есть он сразу ставить систему ценностей на место самая главная корректировка сердце система ценностей если вот это поставлена теперь мы начинаем правильно мыслить отталкиваясь от правильной системы ценностей за постепенно все выравнивается далее что тут было однако законы природы так жестоки что хотя он этот человек к которому обратились до с этим предложением духовно развивайся он отвергает саму идею самосознание и готов поте лица работать ради того чтобы набить свой желудок он постоянно находится под угрозой безработицы то есть еще 10 правопада намекает на вот эту вот идею вчера мы немножко обсуждали что так называемый материальный прогресс он является как раз главной причиной безработицы потому что люди говорят ну зачем это ручной труд столько всего пусть делают машины вот машины за нас все делает и люди стали такими уже абсолютно уже не выдерживающим никакой нагрузки все и поэтому им приходится какие-то искусственные теперь тренажерные залы да раньше чтобы просто так сказать ну добыть воду огонь нужно было нарубить дрова сходить там куда нет на реку или в колоде за водой принесите тяжелые ведомы ой как тяжелят помню свое детство я так вот и жил без без всяких разных условий вот но это была постоянная какая-то сказать нагрузка физическая и мне не нужен был тренажерный зал вода когда человек сидит так сказать и просто нажимают на кнопочки да ему больше другой мышечной силы то и не нужно будет ну да что-то у меня лишний вес там туда все пойду-ка я в тренажерный зал побегаю беговая дорожка надо скинуть то есть искусственный образ жизни порождает искусственные одна ошибка порождает другую третью то есть ну как это же прогресс это прогресс если продолжительной жизни людей сокращается если они обладая всеми техническими новинками становится все тупее и тупее в чем же прогресс как по какой шкале мерить прогресс вот и поэтому этот прогресс он боком выходит живому существу но это не сразу заметно когда люди живут каким-то более естественным образом жизни они усложняют свою жизнь тогда они получают необходимую нагрузку и так далее как мне говорил этот вот доктор из южной индии которые говорят индия сваливается вообще в диабет конкретный я говорю как вы думаете почему главная причина это люди просто перестали двигаться просто перестали двигаться они сидят так сказать на своих диванах эти особенно такие люди были менее состоятельные которые смогут служанок там нанять так далее все хозяйка она уже ничего не думает она только пальцем какая там там подотри там убери то сходи то сделай все вот она только сидит и все и переедают вся система огонь пищеварения сказать вниз идет все начинает эти сеющие это говорит просто какой-то повальная тенденция никто не поймет почему потому что люди живут просто неестественным образом жизни потому что так называемый прогресс он лишает их необходимости двигаться можно в этом кресле там все снизу и горшок себе приделать там идут сверху все остальное чтобы даже и не вставать с него тут же ешь тут же так сказать из тебя там выходишь очень удобно вот то есть на расстоянии вытянутой руки все дистанционно управлять суть и дистанционно smart home все все очень разумно работает понимаете и результат это же прогресс прогресс чего техники да вот это и называется культура билла сварки до этого трая для дураков что называется когда живые существа получают все необходимы механизм быть ну чудеса ну просто чудеса я когда помню первый раз попал в японию где-то там в 80-м году что ли в 81 я ходил так с открытым ртом рай для дураков реальный все работает вообще все там метода еще была полностью новая идея что ты просто переходишь через дорогу ну ладно там красный зеленый свет оказывается там еще играет музыка для слепых если слепые или там какие-то дальтоники не различают 10 красный 10 зеленый для них музыка играет чтобы они знали что с ума сойти все там какие-нибудь тапочки с ночной подсветкой вы ночью встали в туалет чтобы не заблудиться подели тапочки и вас они горят и покажут куда идти надо понимаете ну фантастика вообще жизнь понимаете да просто фантастика ну ну просто все какое-то ну невероятное какое-то сверхчай такая забота о человеке но главном элементе человека души ноль внимания вам предоставят все условия для чувства настастика только вот работа придайся системе система пожизненного найма у них все они там носом землю роют чтобы систему вписаться систему защищать их до конца потом большая пенсия и все это одна из самых таких долго живущих наций в мире вот казалось бы ну просто идеально с точки зрения души понимаете абсолютно абсолютно не восприимчивые люди вот это называется убийство души называется вот это вот ассурья лока то есть эти вот места где живые существа просто убивают душу ни за что или ну вернее не за что а вот ради какого-то такого временного комфорта четвертый абзац человеческая форма жизни дана нам не для того чтобы тяжко трудиться подобно ослам свиньям и собакам а для того чтобы достичь высшего совершенства жизни если нас не интересует самоосознание законы природы заставят нас работать не покладая рук независимо от того хотим мы этого не хотим люди в этот век вынуждены тяжело трудиться словно вьючные ослы или волы в этом стихе или волы не знаю в этом стихе шиши панишат описаны некоторые области куда посылают работать асуров если человек не выполняет возложенные его обязанности он попадает на планету называемая асурья и рождается в низших формах жизни чтобы тяжко трудиться в невежестве и темноте после эту идею продолжить пропадает что здесь человек не должен тяжко трудиться подобно ослам и так далее верблюдом шла пропад неоднократно говорил что действительности нет необходимости вот становиться рабом какой-то определенной системы где вам лучшем случае дают на этом месяц отпуска какого-то в некоторых странах вообще те же видите к тем же японцы вернуться они вообще не поймут как отдыхать то есть для них 10 дней отпуска не знает куда он будет ну два дня отдохнули ничего на работу на должен все они не понимают вообще как отдыхать надо то есть это просто такие вот роботоголики конченые вот благодаря этому у них есть конечно там кита при материальные блага вот как они после них размагничивается даже говорить не буду не станут все это в этом плане страна вообще полнейших извращенцев вот то есть они не умеют вообще отдыхать для них идея отпуска отпуск а зачем не понимают и правопада как раз полностью наоборот идею продвигал что вы должны ну максимум ну максимум месяцев вместе 8 месяцев года работать максимум четыре месяца вы должны заниматься духовной практикой то есть в природе так устроен например в индии дачу турмасе четыре месяца но кто здесь был летом так сказать здесь чудил дожди просто льют и льют и льют и льют сидишь астры изучая там джапу читай там поклоняйся что-то еще внутренними вопросами аскеза йога самоосознание то есть так она природа предназначена понимаете но если вы скажете своему работодателю слушай дай мне опуск на четыре месяца сказать да увольняйся уже сразу и отдыхать сколько хочешь вот потому что никто не согласится на это эта концепция она не применима для людей в гуне страсти такая концепция восемь месяцев работы четыре месяца отдыхать она только для людей в гуне благости применим которым лишнего не надо понимаете а люди которые в гуне страсти которые считают что недостойны большего но работаете как вот эти самые там аслы верблюда там и так далее да вот то здесь правопад называет вещи своими именами вот и мы видим что нынешняя эта вот система тотального рабства захватывает людей и человек раз три года вырвался в отпуск начальник отпустил слава тебе господи да вот и он думает как прямо благословение вообще какое-то да для него вот потому что это рабская система а в гуне благости нет такой проблемы понимаете что человек сам принципе может себя обеспечить а в то время когда там ну какая-то беспредельная погода там или что-то еще он просто заниматься другими вопросами по идее так если если экономика представьте себе аграрная да то есть сельское хозяйство не искусно не индустриальная экономика аграрная экономика что вы зимой будете делать землю пахать или что то есть вы летом все сделали да с весны до осени вы все там вырастили все до чего на зиму потому что зимой уже аграрная экономика в холодных странах она не работает правильно и что же будет делать зимой ну как что масса разных интересных вещей будет ну мне хватит нам же не хватит кому не хватит человеку в гуне страсти не хватит потому что он все время на сверх потребление ложные потребности человеку в гуне благости спокойно хватит понимаете то есть все в гунах все в гунах вот и поэтому люди говорят ну как это у нас уже такая система она так работает какой там четыре месяца каждый год и что с ума сошли наша экономика рухнет рухнет экономика в гуне страсти а если экономика в гуне благости ничего не рухнет понимаете все будет хорошо люди не понимают как это можно мыслить такими категориями они говорят больше больше давай больше там кидай дальше и так далее все вот это вот гуна страсти она овладела сознанием по другому люди себе не представляют работы понимаете вот это называется карма банка на просто реальное рабство которое никто не отменял поскольку она тотальная вот свободных людей почти не видно нормально раз как я как все я как все пятый параграф в бхагавадгите глава 6 текста 41 43 сказано что человек который вступил на путь самоосознание но несмотря на свои искренние старания не завершил процесс то есть не смог установить свои взаимоотношения с богом получает возможность родиться в семье шучи или шримата слово шучи указывает на духовно возвышенного брахмана а шримат на вашу представителя торгового сословия это означает что человеку которому не удалось осознать свои взаимоотношения с богом за искренние усилия в этой жизни в следующей жизни будет ему предоставлены лучшие шансы для продвижения по пути самосознания если даже тому кто сходит с этого пути не дойдя до конца представляет возможность родиться в почтенной и знатной семье то трудно даже представить себе положение того кто достиг успеха и дальше важная фраза за одно усилие направлено на осознание бога человеку гарантируется рождение в богатой или знатной семье за одно усилие то есть есть про результат речь вообще не идет только за одно усилие вот это обозначает этими словами шилопарупада не просто какие-то там нам такие красивые обещалки дает а это все на основе бхагавадгита он ссылается бхагавадгита 6 глава вот эти вот стихи там 40 по 43 он объясняет что кришна очень ценит все усилия даже если они еще за одну жизнь не увенчались успехом вот потому что любой родителя заинтересован в прогрессе своих детей и поскольку жизнь вечно не успел за одну жизнь продолжить завтра ну как вот в этой сегодня до какую-то работу я не закончил что теперь все аннулировано нет завтра продолжишь то есть естественно нормальная преемственность логика вещей вот поэтому кришна то и говорит что на этом пути никто не знает потерь если ты начал даже какие-то попытки совершенном пути самосознания даже они уже являются гарантией не только человеческого рождения не только человеческого но также и хорошего рождения либо семьи шучи либо шримад то есть шучи это рождение брахманов людей которые может быть дальше ушли на этом пути те кто сошли с этого пути из-за каких-то материальных желаний они рождаются в богатых семьях почему чтобы там быстрее свои материальные желания осуществить и продолжить дальше свой прогресс от этого духовного развития и заключительная часть однако тому кто не предпринимая таких попыток и предпочитает находиться под покровительством иллюзии тому кто слишком материалистичны привязан к материальным наслаждениям уготованы темнейшие районы ада в данном случае ад под адом может подразумеваться не только вот от смысле нарака все то что ниже земли то адха условно так сказать низшие миры в этом сходятся все ведические писания такие материалисты асуры иногда притворяются очень религиозными но в конечном счете целью в жизни является материальное благосостояние в бхагавадгите 16 глава стихи 17 18 кришна сурово порицает таких людей называя их отма сам бхавита это слово означает что они заслужили репутацию великих людей с помощью обмана поддержанные голосами невежественных людей и с помощью своего материального богатства асурам которые отрицают самосознание не хотят знать о ишаваси то есть о том что все принадлежит господу готова на темнейшие области вселенной и так человек рождается на свет не для того чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем а для того чтобы избавиться от всех проблем материальной жизни на которые его обрекают закону природы то есть по сути дело если мы посмотрим на жизнь материалистичных людей что они делают они всю свою жизнь занимаются решением проблем правильно как получить образование как устроиться на работу как значит свою семью устроить вот сначала устроили семью свою потом начинает устраивать жизнь своих детей и все это до бесконечности бесконечности то есть вся жизнь это не что это как постоянное решение каких-то проблем а теперь давайте на духовную нужно брать внимание это тоже решение проблем но не множество проблем одной главной потому что все остальные проблемы материального мира связаны со здоровьем со статусом в обществе с богатством и прочими прочими вещами они просто вытекают из факта рождения в этом мире просто родилось тело и уже его нужно кормить одевать защищать давать им образование и прочее прочее разные вещи то есть весь спектр проблем вытекает из одной что живое существо сохраняет материальные желания которые гарантируют материальное рождение поэтому материалисты решаются и проблемы преданно решается и проблемы в чем принципиальное решение принципиальное решение в том что преданно решает одну главную основную проблему из которой рождаются все остальные вот поэтому либо мы будем рубить дерево по веточке по каждой до либо под корень сразу если вы струбили дерево под корень она сразу все падает и засыхает вот но если вы по одной веточке ну будет долгий труд потом они опять новые отрастут такой это сохранился правильно вот поэтому и те и другие занимаются решением проблем но принципиально разный подход одних аксизифов труд от из жизни в жизнь снова снова одно и то же одно и то же и противовес этому предлагайте решить одну проблему раз навсегда в корне и теперь уже другим просто неоткуда расти и так это третий стих который поведал нам о том что бывает с людьми которые игнорируют принцип ишаваси и так еще где-то вот от маха или от махана то есть там в пословном переводе правопада говорит от махана убийца души в самом тексте он приводит от маха ну так или иначе смысл не меняется вот убийство души происходит собственно говоря не только вот само живое существо решила они убить ли ко мне свою душу то есть понятное дело что никто так специально не думает да но мы живем в такой цивилизации в такой культуре в кавычках да вот где в общем-то все как раз для этого предназначено почему шила правопада и называл допустим школы современное образование скотобойними с одной стороны скотобойни где убивают животных тех тела вы питаете свои тела плоти эти животные с другой стороны другие скотобойни где убивают уже сознание живых существ вот где говорят что вы произошли от обезьяны там вот вот ваш источник да и поэтому неудивительно что люди ведутся как обезьяны соответствующим образом вот то есть фактически этот мир он так построен что здесь порог со всех сторон особенно в калиюгу другие эпохи как-то все полегче есть духовное знание есть больше альтернативы в калиюгу этой альтернативы почти нет куда бы ни пошли так сказать загубить душу в любое заведение заходите там от макдональдса там до церкви запросто загубят душу там в том числе и там даже высоцких соревнов пел да и не церковь ни кабак ничего не свято потому что это реальность калиюги понимаете вот эта церковь с одной стороны она будет так сказать говорить вам о вреде дурных привычек с другой стороны будет освещать так сказать там игорные дома или получать свои дивиденды как от без 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 налоговой продажи табака этих нам куриных окорочков то есть все спокойно будет ходить с одной стороны это осуждается до насилия там как вот курение как тонкая форма самоубийства вот а с другой стороны с этих же вещей так сказать люди и кормятся вот поэтому действительно ни церковь ни кабак ничего не свято то есть поэтому загубить душу в калиюгу вообще закрытыми глазами в любое место заходи не прогадаешь то есть где угодно предложат в той или иной форме так сказать загубить душу вот и так ассоры не понимают что они сами являются источниками своих проблем и конечно же обвиняют других другие виноваты вот но тем не менее как шила правопада с оптимизмом завершает комментарий к этому стиху для всех есть шанс и даже какое-то небольшое продвижение по этому пути она дает человеку надежду опять попасть человеческое тело и продолжать свой процесс вот поэтому с одной стороны предные должны предлагать людям шанс пусть даже хоть один шаг совершать это направление то уже для них гарантия человеческого рождения следующей жизни дать им просад что-то еще для этого предные ходят на харинам распространяет просад книги чтобы люди хоть как-то соприкоснулись хоть что-то там они не знаю там 50 100 рублей пожертвовали там за книгу это уже это уже шаг в направлении кришне то есть мы даем шанс всем людям а тем кто конкретно заинтересовались мы им уже помогаем непосредственно духовной жизни и так что вам нужно знать еще раз по этим двум стихам про аналогию мы сказали что человеческое тело это лодка учитель это капитан способности тела этого путные ветер и в частности настоящее способности тела это трансцендентное знание которое можно только в человеческом теле принять вот так же вы должны знать вот эти вот определения понятия отмаха убийца души сура асура вот ну и в целом вы должны осознавать что мы прошли сейчас первый раздел ишипанишат который состоит из обращения первых трех мантр где в обращении провозглашается существование это вот неисчерпаемого источника всех энергий первый текст описывает как теперь то что из него исходят души и материя между собой взаимодействует то есть как правильно душе взаимодействует с материей на основе принципа ишаваси понимание кому все принадлежит второй стих описывает результат правильного применения принципа ишаваси и третий стих использует результат игнорирования этого принципа ишаваси на этом все есть несколько минут на вопрос пожалуйста что можно сформулировать для записи а что именно непонятно то есть я сказал что по-любому и жизнь материалиста и жизнь духовных людей связана с решением проблем но материалисты решают вот эти вот текущие проблемы которые никогда не прекращаются не закончились другие появились вот почему это происходит потому что они не связаны с первоисточником них нет ишаваси понимание преданные то есть ну как есть такой хороший пример что допустим тонет лодка потому что в ней есть пробоина и вы можете решать проблему двумя путями вы можете вычерпывать воду из лодки но поскольку дырка остается вода продолжает поступать или то есть вы решаете вторичные проблемы а первичные остается или другое решение проблему сначала находите пробой на затыкаете ее а потом уже вычеркиваете воду будет разумное решение вот преданные так делают они тоже конечно занимаются материальными правами тоже и работают и образованием занимаются тоже решают текущие проблемы но это все происходит на фоне решения главной проблемы какая главная проблема разрушенные отношения с богом разорван контакт то есть причем он как разрушен он односторонний раз уж с нашей стороны с его стороны контакт не разрушен он как-то сказать поддерживал нас так и поддерживает то есть с его стороны этот если бы кришна перекрыл нам кислород нас бы просто не было попробуйте лучик отстричь от солнца как как лучик солнца может без солнца существовать понимаете это невозможно вот поэтому с одной стороны кришна всегда поддерживает нас но с нашей стороны мы прервали отношения понимаете вот поэтому наша задача состоит в восстановлении этих отношений которые и есть принципиальным принципиальное решение всех остальных проблем остальные проблемы уже решаются в текущем порядке когда основа когда уже брешь эту пробоину заткнули вот теперь мы уже вычерпываем воду с пониманием что больше лодка тонуть не будет а если я продолжаю вычерпывать воду и пробоина остается 15 сифов труд бесполезное занятие понимаете я просто шрама эвахи кей валам просто достигая усталости ощущение бессмысленность существует сколько можно эти проблемы просто валятся валятся и валятся как из рога изобилия почему пробоина не закрыта